Четыре здесь, выглянуло солнышко немножко, даже мы видим тени. Дождь, который обещали сегодня на первую половину дня, очевидно не начнется, но Цойль Амберг активизировался. В этой гонке у всех свежая резина, вряд ли кто-то поехал на полную дистанцию на старый, чтобы сберечь на завтра. Завтра кто-то, наверное, поедет половину дистанции, ну или часть дистанции до пинстопа или после, возможно, уже на прикатанном комплекте. Так что здесь шинный фактор в этот раз большого значения не имеет, но и ошибается, в Мерседесаре не ошибается Цойль Амберг. В этот раз, похоже, вся, вот если так что закончится, если, то вся первая тройка добьется высшего достижения в своей карьере. Первая Мефис Роткина, вторая Амберга и третья Петро Фанчина. Причем ни Амберг, ни Фанчин на подиуме даже еще вообще ни разу в карьере не были. Но мне кажется, что Цойль Амберг как-то не готов пока претеновать свое поражение и будет мчаться. Дальше будет атаковать Сергей Сироткина, но вот после ошибки все-таки зазол стал немножечко больше. Немножко мы можем перевести дух, но похоже, что швейцарицы и команда экс-пилота, совсем недавнего прошлого пилота Адриана Валлеса, рассчитывают прибавить под финиш, это тоже вполне возможно, если беречь ресурс машины на протяжении дистанции, под финиш есть возможность прибавить, если шины выдержат на прошлом круге, между ними было восемь десятых. Все далеко, остальные позади, отстал Уилл Стивенс, мы уже не видим пилота, занимающего шестое место даже вот на этой длинной прямой, но с волнением следим за отрывом, теперь семь десятых, теперь семь десятых, вот он на ваших экранах этот отрыв. Я думаю, что очень важно в этой ситуации для Сергея Сироткина не допускать ошибок, потому что обгонных мест на этой трассе полтора.